мужики всем доброе утро всем привет короче блять решился включиться на камеру ну просто на телефон по одной простой причине как обычно стал с утра обходить машину стою я короче на заправки на нефть магистрали мне порезали тент прикиньте вот блять вот это следы я вообще ничего не трогал то есть не соприкасался даже сейчас пойду на хуй с охранником разговаривать что за хуйня брать либо кто-то из фурнов либо зашел пешком блять везем банку придется клеить сюда заплату снаружи кто-то порезал на посмотрел нигде не останавливался на обочинах нигде блять ничего не стоял суки все настроение на смартфон надо это ближайший я всегда с утра выхожу с машины перед тем как чистить зубы идти смотрю колеса смотрю ничего ли у меня не спустила ничего ли у меня не побежала блять и вот обхожу короче такой иду иду до смотрю колеса колеса насколько я заехала блять вот тринажка стоит думал блять хорошо что еще метр не проехал и вот так так у меня чикна на тент у меня хуяк порез собаки сутулы посмотрели что там нихуя нет и все и не полезны пиздец короче я вчера мкад прошел после 10 логист не дал добро ехать просто 7 говорит говорит лучше подожди что-то там час-два выиграешь подождем кадр ну как вы знаете нам каде после десяти блять пробки сейчас придется еще короче посмотреть что у нас там тут никто не подходил все нормально ламба на месте запорная на месте я как загрузился банки я нигде не останавливался вообще нигде то есть вернее я на нефтемагистрали не доезжая 23 километров по киевскому шоссе стоял но у меня получается то сторона была вообще к колонкам то есть как бы я там часа два наверно три постоял пошел покушал и либо резанули где-то еще когда я когда я чё когда я блять ну нет нет не могло быть потому что следы от пальцев есть и вы смыло пока я допустим баночка загрузился и вы по-любому смыла прям по-любому потому что дворники грязь вот это все сыра и было бы просто такая же плоскость вот такая же не было бы никаких следов то есть вот это палец мой да вот это я вообще ничего не трогал поэтому меня порезали на нефтемагистрали короче пойдем сейчас с охраной разбираться за чё должен платить для 200 рублей меня тент порезали сейчас будем смотреть может камеры какие-то есть будем разбираться короче изначально хотел вчера конечно как обычно доехать до покрова до нормальной моей стояночки любимая блять ну было уже где-то час ночи в общем вчера встали мы в 4 утра днем я спать не могу поэтому короче вот это после балашихи тоже километров на 20-25 это мкада это нефтемагистрали пойдем сейчас выяснить короче все как всегда за стоянку деньги берут охранять не охраняют камер нет и короче все таки пришлось платить 200 рублей говорят если типа у вас там что-то произошло на камеру так получше будет видно но это явно вот свежий порез то есть ничего не грязное то есть белые прям полосу видно что здесь порезали по-любому здесь порезали и еще ребята теперь всегда ну я и до этого посмотрел теперь всегда смотрю чтобы у меня не было расстегнуто седло а воздух накачали можно трогаться ввиду последних последнего моего ролика где лидер транс расцепился комментариях были даже своего рода угрозы типа что будет тебе ответочка есть риск что ответочка будет вдруг какой-нибудь чудак на букву мы возьмет и дернет ручку ты тронешься и расцепишься ну вот 933 мы отстояли настроение испортили ну вот вот сейчас еще зеркало на этой стоянке я больше точно стоять не буду я уверен на 99,9% что именно здесь порезали порезали хорошо теперь я пока это я пока это , что все это что мы может что сейчас Мужики на нефтемагистрали Те, кто останавливался на тентах, смотрите, бока у меня порезали на стоянке Бок правый На заправке сказали, вообще похуй, вызывайте ментов и стряхайте Субтитры делал DimaTorzok Пасут короче Делковские машины, которые выезжают с Москвы ночью Может и вели меня, может и ехали Допустим, за мной, да, я на нефтемагистрали заехал Решили все-таки посмотреть, потому что, ну, территория не огороженная По факту, если бы какие-нибудь телефоны везли или еще какую-нибудь такую лабуду Сейчас, видите, перед Новым годом много всяких телефонов Всякого такого барахла везут Кто же знал-то там, что у меня пустая банка Может быть, мне нельзя взять Ничего Зыркало замерзло Сразу не включил обогреватель Буксует, блядь С баночкой Ой, будем весело ехать, блядь С баночкой Что у нас там на ведущей оси 4,9 Всего А, ну, сейчас, наверное, накачают еще 5 копейка Да сейчас я пристегнусь Не ругайся Ну, вот Баллы, короче, мы вчера Вот, скинули пока в пробки толкались По МКАДу, именно по МКАДу То есть, сотки Вот, предвидение уронили на 89 Ну, и, соответственно, горное место тоже маленькое Пострадало До 91 я поднял И, короче, упали Да, вот, 84 25, а4 расход За последние 133 километра Вот она, Россия, да То есть Начал с управляющим Разговаривать А не, ну, а что мы, что сделаем Типу, брать Я говорю, я отказываюсь платить за стоянку Ну, вы не выйдете тогда и все Я говорю, ну, как так Я заплатил за охрану Вы Берете деньги 200 рублей, да За стоянку И не несете никакой ответственности Я говорю, у меня груз не украли Мне тент порезали Мне сейчас 500 рублей надо будет платить За ремонт тента Какого хрена я должен вам платить еще за стоянку Вы платите за землю Аренду земли Место парковочное Вас никто не охраняет Вот они, реалии Российского Законодательства Деньги берут А ответственность Не несут Классно Вообще, прям, шикарно Поэтому Ты, ну, повторюсь, да Не первый раз уже, как бы, говорю об этом Кто давно мой канал смотрит Стараюсь ночевать На именно огороженных На закрытых стоянках Вот Ну, мне получается Вот, 62 километра До стоянки Именно до Загороженной До Нормальной стоянки Хорошей Где я Обычно, как бы, и на форде Ночую То есть, я уж там Блин, меня все там знают И в гостинице И в кафешке И охранники Все Мы даже вот С Русланом Стояли Как бы, хотели же до двух часов Постоять Но охранник Дима Говорит Вот, типа Свои, ладно Говорит, давай Так, постойте Говорит, что вы тут За шесть часов Типа будете платить Ничего, говорит На обратном пути Говорит, вернешься Заедешь Пообщаемся Короче Короче, вот так вот В одном месте Сэкономили В другом месте Пришлось 200 рублей отдать Лучше бы я, наверное Вчера кофе попил И Выскочил все-таки До покрова Вот Хоть и вроде И сам Об этом твердишь Да И, блин Встаешь на платной стоянке Но такие неприятности Они Очень сильно Как говорится Портят настроение Сейчас, короче Надо искать ремонт тента Будем кричать по разу Ладно Всем удачи На связи Привет Встали, короче Мы на стояночку На Ирбисе Перед Чебоксарами Идем в гости Встречаться С Лехой Со стажером С моим Вот Несу ему гостиниц Нашей Еще вот Бутылка у меня осталась Минералки Короче, с нашего региона С Абакана Ханкуль Я думаю Ему будет приятно Попить родной минералочки Он уже Дома не был Наверное, с месяц Работает На озоне На метановой машине Чисто газовая Метан Вот такие пироги Стоянку оплатили Я думаю Здесь из-за ночи Время уже Время уже Что, 10-й час Не гляну Ну вот, короче Он идет С Казани На Москву Поэтому Мы идем Его искать Вот такие Пирожочки С начинкой Ладно Папажи, короче Включимся Уже У Лехи В кабине Посмотрим Что там за комплектация Ну, жирная у него машина Комплектация Жирная С ретардой С всей фигней Давно Хотел посмотреть Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok